здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на канале посвященном виноградарству и виноделию зовут меня светлана это наш 13 виноградный сезон и сегодня мы закрываем наши лозы от заморозков к сожалению прогноз погоды не радует и несмотря на то что вот сегодня день такой пасмурный и в принципе вот когда облачность заморозки не должны приходить тем не менее были случаи когда к вечеру все это разгоняло приходил такой яркий закат и приходили заморозки ну а к тому же вот прогноз от вентус кай в нашем регионе показывает примерно 0 минус 1 на 6 утра ну а где минус один там может быть и больше поэтому рисковать мы не будем укрываемся кстати буквально еще пару часов назад прогноз был более благоприятный ну как видите он меняется достаточно быстро вот такие почки уже у нас на лозах все раскрылось и конечно такая почка морозом повреждаться будет иногда вы спрашиваете какой минус выдерживает та или иная почка пушеная и так далее но понимаете очень многое зависит от того как как долго будет идти этот мороз это пройдет легкая волна либо же это будет всю ночь поэтому повторюсь мы рисковать не будем мы накрываемся конечно кто-то тоже может сказать а чего вы так рано раскрывались надо было подержать под укрытием да можно было подержать под укрытием но смотрите вот что у нас без укрытия на две недели стояла очень теплая погода если бы мы держали дальше накрытым виноград то эти побеги были бы гораздо больше и тогда опять же можно не угадать с прогнозом да и можно открыться и буквально через там день 2 придет заморозок уже такое было было по моему году в 2019 мы раскрывались большими побегами в тот день было очень жарко я даже купалась это тоже кстати было 27 апреля как и сегодня а буквально через два-три дня пришел морозик минус 4 хотя прогноз не обещал поэтому понимаете как бы мы не крутили мы угадать сложно при этом первое чем меньше раскрылась почка даже если она повреждается морозом погибает тем кусту легче восстановиться если бы здесь были большие зеленые побеги в случае заморозка и повреждения восстанавливаться кусту сложнее чем почка меньше да чем она распустилась меньше тем восстанавливаться проще укрыть вот это все тоже проще когда большие побеги тоже все равно так или иначе есть вероятность обломки поэтому проще укрывать вот такие маленькие почки укрываем мы тем же материалом которые использовали для зимнего укрытия это синтетический ватин по факту прошиты синтепон такие вот одеялки мы сшиваем и потом их удобно и на зиму укрывать и защищать от заморозков проверено уже ни один сезон и в плане реализации все просто на вторую проволоку как белье вешаем с небольшим наслоением друг на друга ну и все кое где можно прищепочки прищепить но честно говоря прошлые годы мы этого не делали вот в этом году кое где я немножечко прищепила на стыках где стал бы ну и в принципе все опять же смотрите длины хватает чтобы это отделка опустилась до земли хотя у нас есть шпалера где чуть чуть повыше проволока там получается в подвешенном состоянии минус 4 молодые побеги высотой 10-15 сантиметров мороз всю ночь выдерживали поэтому повторюсь проверено уже годами и пока монтировалась видео на наступило утро следующего дня результаты этой ночи на большом участке у нас был где-то чуть чуть больше нуля все было хорошо хотя мы тут тоже все укрыли на маленьком участке укрытия которого я вам сейчас и показываю утром был 0 и и не на траве то есть теоретически могли проскочить но следующая ночь будет более злая минус 2 минус 3 обещают часов с трех ночи поэтому вот укрылись чуть-чуть заранее и хорошо будем спать спокойно весь виноградник укрыт и на все про все в таком неспешном режиме у меня ушло два с половиной часа еще можно кое-где пройти прищепочками посоединять и делки чтобы меньше ветром раздувало хотя раньше мы этого никогда не делали но сейчас даже на ускоренном режиме видели что кое-где да я прищепочки даже уже повесил но еще чуть-чуть пройтись 10-15 минут теплица тоже накрыта здесь вообще есть побеги по 10 сантиметров но уже нет времени снимать потому что мы с малышкой приехали вот на пару часов только чтобы накрыться а муж будет накрывать второй участок а так здесь уже на некоторые побеги по 10 сантиметров и теплица от мороза не спасает тоже проверено годами для того чтобы она спасала от мороза да и и надо немножко подогревать конечно теплицу обогреть проще чему лицу это факт были бы мы на месте вентилятор поставил либо мангал поставил с угольками все было бы хорошо но мы сейчас уедем а ночей морозных обещают несколько поэтому вот накрыли и будем спать спокойно будем надеяться что морозы у нас надолго не задержится хотя ближайший прогноз говорит о том что ночи 3-4 они будут ну а дальше будем смотреть наблюдать как только опасность минует будем опять раскрывать еще такой момент были бы немножко другие погодные условия и мы могли заморозки даже проскочить рядышком родительский участок я когда открывала виноград я освежала срезы и вот там почти все спит есть конечно кое-где почка пушится но меньше чем вот на этом участке поэтому такой агроприем может сработать но опять же если мы угадаем со сроками что бывает не всегда ровно как и с поздним открытием был уже у нас опыт когда мы открывали подвязывали с большими зелеными побегами по 15 сантиметров а после этого приходили заморозки в двадцатом году последний заморозок мороз даже поздний весенний у нас был в районе двадцатых чисел мая и додержать до такого времени под укрытием но это просто нереально поэтому как бы мы не хотели все так или иначе либо мы укрываем от морозов до хиба мы потом подвязываем все очень большое мы для себя выбрали вот такой вариант как более удобные и менее энергозатратный каждый выбирает то что ему удобнее на этом я с вами прощаюсь большим спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда обновление каталога будет осенью и наши контакты до новых встреч